Смеркается, дорогие друзья, в городе Mountain View, что на Калифорнийщине, и мы с вами смотрим вот тут зал такой, где будет выступать Виктор Шендерович, и находится этот зал за магазином самовар. Буквально несколько дней назад мы делали там репортаж, беседовали с владельцем магазина с Сашей, вот, и собираются люди, мы так пока на улице, еще вроде не пускают, потом я немножко в зале, и мы подошли к Виктору, я Светлану вперед пустил, как можно сказать, представителя противоположного пола, и говорим, нельзя ли с вами побеседовать, у меня вопросы есть там туда-сюда, он бедненький, очень усталый, и такое на него страшно смотреть, и у него такое стало страдальческое лицо, вы себе не представляете, и он сказал, господи, да ведь я же все сказал во всех интервью, я такой усталый, несчастный, ничего на свете больше не хочу от этой жизни, в общем, мы поняли, что интервью у нас такое не получится, поэтому так просто поснимаем спектакль, такой моноспектакль, который он с собой привез. Зал потихоньку заполняется, дорогие друзья, представление, программа, называется Изюм из булки, смысл в том, что вот там какие-то истории, как жена моя говорит, что она посмотрела на ютюбе, смысл в том, что какие-то истории из жизни, там много, из бывшей советской жизни, из жизни автора, вот так что, вот такое помещение я хотел просто вам показать, и здесь где-то, наверное, мест 13 в ряду, 12 рядов, ну вот что-нибудь такое-то, 130-140 человек могут поместиться в этом зале. Замечательный концерт. А сейчас Ваше концерт, с тобой, Настаха, представляет программу того, что будет в ближайшее время. Ликтор Суздорович. Спасибо, что пришли. Я тут довольно давно не был в Селиконовой долине. Давайте я сначала скажу, чего не будет сегодня. Да, вы... Выключайте телефоны, ладно? Я все равно не дам вам разговаривать, особенно. Выключайте, выключайте, проверьте, проверьте. Кто-нибудь наверняка не выключает, вы провели на это дело. Да. А я пока расскажу вам, чего не будет сегодня. Значит, я недавно выступал, когда был в другом штате. Это был не в этот приезд, поэтому это был в любом случае не Калифорния. И тоже в двух отделениях был вечер, и я получил записку, написанную сердитым голосом. Если у записки может быть голос, то записка была написана сердитым голосом. Там было написано, когда вы наконец начнете рассказывать про Путина. Я был совершенно поражен, потому что про Путина я бесплатно по четвергам. И в выходной день заплатить, значит, сколько-то долларов, прийти служит про Путина, это какой-то мазохизм. Хотя больше чего вам про Путина рассказывать, вы уже здесь. Да, значит, к вопросам, значит, Остапа спрашивали, евреи ли вы, когда появится животное масло в продаже. Мне первый вопрос давно не задают. А, ну, недавно появился, вот здесь, нескаким, постоянным вопросом, вот здесь и в Германии, когда я бываю, постоянно звучит вопрос, почему вы еще не здесь? Вот это постоянный вопрос. У меня нет на него ответа. У меня нет на него ответа, это что-то иррациональное. Боюсь, что я чувствую себя, вот во мне говорит, наверное, драматург, и мне интересно быть частью сюжета, мне интересно, чем закончится, мне хочется поучаствовать. Жанна выяснится впоследствии. Надеюсь, не на поминках. Ну, значит, тем не менее. Мне интересно, мне, значит, есть, если там пытаться впадать в пафос, то есть такая старая формулировка, не очень старая, кстати, это эксистенциалисты французские, это полвека назад, что человек может немного, но то, что он может, он должен. Есть такая хорошая формулировка, она мне очень близка. Ну, или Катон Старший, да, делает что-то, что-то, что-то будет, вот стараюсь по вопросу. Значит, про Путина. Давайте я про Путина вот что, лучше, если с этого начать. Я недавно увлекся, не было бы счастья, несчастье помогло, американская бюрократия во всем виновата. Меня позвали читать лекции в Энарбор, в Мичиганске, университет замечательный, лучшее славянское место на земном шаре. Там Аксенов преподавал, Бродский, там действительно сильная славянская школа. Меня позвали прочесть там одну-две лекции про историю русской сатиры, про противостояние с цензурой русской. И я так решил проскочить на шармачка, ну, одна-две лекции, что я там не расскажу, и мне сказали, нет, конспектик, нужно прислать конспект. Я сказал, ты с ума сошли, что я. С тех пор, как я по марксизму, ленинизму защищался, я, значит, никаких конспектов. Я говорю, нет, конспект. И я все проклинаю эту американскую бюрократию, все, кстати, конспект. И страшно увлекся. Это оказалось жутко интересной темой. И сатирой, и противостояние сатирой, и цензуры, и история новейшейся, история анекдота и частушки, в которой упакована вся, замечательным образом упакована, конечно, история. Вот несколько анекдотов новейших времен. Вот новейшая история России, она вся, там, в десятке, одном десятке анекдотов. Я расскажу этот десяток анекдотов. Значит, в Ельцинское время все укладывается в промежуток между двумя анекдотами. Анекдот 90-го года, совет, значит, так называемый, съезд, совет еще съезд народных депутатов, входит группа автоматчиков в масках, говорит, где Ельцин? Им говорит, вот, вот, он, говорит, Боис, Николаевич, пригнитесь. 90-й год. Есть надежда. Появился кто-то среди этого стада, на которого есть надежда, которого оставить. 8 лет всего прошло, а не до 98-го года, Ельцин выходит из церкви, какая-то бабушка ему будет подать, Борис Николаевич, он говорит, как я тебе подам бабку, у меня не меча, не ракетки. Американцам приходилось переводить, да? Вот вам весь, да, вот вам все Ельцинское десятилетие. Вот надежды к разочарованию, к безразличию, да, к призривисту. Путин появился. Первое время народ обходился ремейками. Первый же путинский анекдот был ремейком. Анекдот звучал так. Появилась в продаже водка Путинка, вяжет не только рот, но и руки. И я как попчерский, Петр Иванович сказал, потому что это был ремейк Андроповского анекдота, те, кто постарше помнит, 83-го года анекдот, только тогда это были яблоки Андропов, которые вяжут не только рот, но и руки. Это был анекдот 83-го года. Народ безошибочно слифмовал сразу, еще тонко не разобравшись, сразу понял, куда пошло. Потом пригляделся, и пошли именные анекдоты про Путина. Именные анекдоты, все первая каденция путинская, первая его, так сказать, кстати, анекдоты пошли сразу после первого дела Ходорковского. Вот рассмотрели. Как только посмотрели Ходорковского, пошли уже именные анекдоты. Анекдоты были трех типов. Про страх, про убожество и про коррупцию. Вот много анекдотов, все они в эти три кучки раскладывались. Анекдот про страх звучал так замечательно, кстати, анекдот. Путин ночью встает, идет к холодильнику, открывает там холодец вот такой. Он говорит, не съезы кефира. Дальше народ начал присматриваться к кадровой политике. А кадровая политика замечательная была. Сам Путин человек не Сапонис, и вообще человек не Ален Делон, но рядом с ним еще невзрачный, что довольно трудно. Но ему удавалось. Ему удавалось. И вот эти вот пошедшие череда путинская, путинская бледа совсем невзрачная. Зубков, франков, слюльков, зайков, воротников, как раньше. Уже совершенно какая-то... Появился анекдот про то, как Путин приходит в ресторан со своей чередью. Официант спрашивает, рыба или мясо? Путин говорит, мясо. Официант спрашивает, а овощи? Путин говорит, овощи тоже будут мясо. И третий тип анекдотов. Это анекдоты про коррупцию. Обратите внимание, в ельцинское время коррупция была еще какая, но она не была прямо связана с Борисом Николаевичем. Как-то, да? И поэтому понятия Свердловские не было, а понятие Питерские появилось очень скоро. Вообще, язык, вот уж точно, бог не фрая. Язык очень быстро формулирует новые понятия. Вот слово «питерские» появилось почти мгновенно. Анекдот 2007 года. В 2007 года Путин тестирует преемника, спрашивает, сколько будет дважды два. То, как всегда, Владимир Владимирович, один мне, три вам. И вот долгое время, вот все эти анекдоты были про коррупцию, про страх, про убожество. Ничего нового. Да, народ через какое-то время, гениально, абсолютно заставив меня взвыть от ревности, профессиональной зависти, к автору, безымянному автору этого анекдота, народ отрефиксировал главную путинскую идеологему, Россию, стоящую с колен. Вот Россия остается с коленем, Россия остается с коленем. И где-то в году в 2007-2008 появилось, Запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать. Совершеннейший блеск. Привет, моя ревность и зависть. В 2010 году, задолго до митингов на проспекте Сахарова, задолго до демонстрации, задолго до того, как нас оказалось вдруг там 120 тысяч на одной площади, ветер принес в уши совершенно новый анекдот мне. И я как бомбчерский сказал, что-то совсем новенькое. Анекдот 10-го года был такой, мужик какой-то ходит в трафике, в пробке, стучится в окна машин, говорит, террористы захватили Владимира Владимировича, требуют выкуп, 10 миллионов долларов, иначе грозятся облить бензином и поджечь. Вот мы ходим по машинам, кто сколько даст, и шофер говорит, литров 5 дам. Совершенно, да, совершенно новое звучало. Потом весь это выплеснулось на площади, и были митинги на проспекте Сахарова, многотысячные, совершенно невиданное для новой Москвы зрелище, забытое с 90-х годов. И это были очень веселые митинги, помимо всего прочего. Там не было агрессии, потому что казалось, что сейчас все довольно быстро изменится и как-то поменяется, но не может же быть так дальше. Это было совершенно очевидно. И поэтому юмор проспекта Сахарова, юмор Болотной площади был веселым. Это был именно юмор, там не было агрессии. Там были блистательные совершенно находки лингвистические. Я увидел своими глазами в Петербурге на митинге после специфицированных выборов, я увидел перетяжку, на которой было написано, вы нас даже не представляете. Красиво. Красиво. А первое место вот в этом конкурсе, ну, по крайней мере, если бы я был членом жюри, первое место занял плакатик, который держал его как милая молодая женщина. На плакатике было написано, мы знаем, что вы хотите в третий раз, но у нас... Генеально. Обратите внимание, никакой агрессии, просто, пожалуйста, уйди. Больше не могу, надоел. В этом было даже какое-то сочувствие, да, ну, извини меня. Путин сломал колено этот протест, Путин фактически объявил гражданскую войну, и очень быстро, за месяц, интонация отчаяния, интонация желчи, да, и совсем другая, да, совсем другое выражение лица у этой шутки. И во время предвыборной кампании, когда он фактически шантажом заставил войти в свой предвыборный штаб всех артистов, всех, кто как-то зависит от финансирования, не для себя. Вот Чулпан Хаматова, замечательная актриса, у нее фонд, она замечательно помогает, там, больным детям, фонд «Подари жизнь», изумительно, и то, как она по-человечески относится к этому всерьез, и фактически шантажом, под угрозой отнятия финансирования, ее заставили войти в доверенные лица, Путина. Через какое-то время появилась частушка. Утром Путин без затей скушал четырех детей, а пятого помятого спасла Шулпан Хаматова. Обратите внимание на эволюцию образа. И закрыла тему в путинском уже 15-летии, закрыл тему недавно появившийся анекдот. Вот после этого анекдота уже выжженная земля, уже никаких отношений между народом и властью быть не может. Вот анекдот немножко брутальный, он звучит так. Путин с Медведевым входят в аптеку, Путин подходит к кассе, говорит, два гандона, кассишек говорит, вижу, брать что будете. Полвека назад, полвека назад Булата Куджав написал, «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больней, чем дольше, что люди царства своего не уважали больше». 77-й год посвящения Борису Слуцкому. Вот, собственно говоря, эта череда анекдотов зафиксировала это крайнее неуважение. А сколько времени проходит от появления такого анекдота до обрушения? Но мы более-менее представляем себя по брежневскому времени. К сожалению, там плюс-минус 10-15 лет. Это для истории не срок. Да? Это в истории свои сроки. Недавно, только что, вот эта крымская ситуация, немедленно народ сиянировал просто на зависть, что, оказывается, некая Алина на 8 марта просила Путина подарить ей крем, а он не расслышал. Да, и уже здесь, и уже здесь, в Америке, я услышал продолжение этого анекдота, что теперь главное, чтобы Алина не попросила коляску. Это уже два метода. О, теперь перед тем, как я начну читать текстики, а я почитаю из разных своих книг тексты разных лет, вот с чистой совестью рекламная пауза. 11 апреля здесь будет выступать мой друг Вадим Жук, поэт Вадим Жук. Но дело не в том, что он мой друг, а дело в том, что он блесательный, совершенно поэт. Люди по старшему могут помнить такой театр Капустников, четвертая стена, Петербургский театр. Совершенно блесательный, штучный человек. Это тот случай, когда известность значительно отстает от человеческого и профессионального качества. Придите на Вадима Жука, 11 апреля, я вам ручаюсь, что вы не пожалеете. Это уникальный человек, поэт. Ну, а теперь, собственно, художественный человек. Я почитаю, у меня короткое дыхание писательское, я так, видимо, никогда не напишу романа, максимум повесть, а обычно у меня сюжеты заканчиваются на второй, третьей странице. Я напишу довольно коротко, как говорил Станислав Ежелец, великий польский афорист, давайте заясняться кратко, чтобы закончить фразу в той же исторической эпохе. Ну, я стараюсь кратко. Поэтому пьесы я вам почитаю. Пьесы я ведущий драматург современности. Это вот бестактный был смех совершенно. Совершенно. А через шекспирт за всю жизнь написал 37 пьес. Еще и я с того он лет. А я написал больше 200 пьес. Я вам сейчас пару десятков прошу. Вот, кстати, пьеса называется Гамлет. Гамлет, ну что там у нас с текстом? Суфлер, аферия, о нимфа. Гамлет, кто? Суфлер, что? Гамлет, кто нимфа? Суфлер, аферия, кто? Гамлет, мы чего играем? Суфлер, Гамлета. Гамлет, погоди, а поросята? Суфлер, поросята были с утра. Гамлет, что, вечер, что ли? Суфлер, ну, Гамлет, с ума сойти, как летит время. Это написано в пьесе Шекспира. А вот весь испущенный пьес, он называется «Египетские ночи». Клеопатра, скажите, кто меж вами купит, ценой жизни, ночь мою? Петр Иванович Чижиков. Ценую жизни? Клеопатра, да? Петр Иванович Чижиков. Одну ночь? Клеопатра, ну две. Ты не римская. Цезарь, и ты брут, брутый я, Цезарь. Цезарь, я ожидал, брут, сюрприз. Сенаторы. Диалог римских ванях. Старый сенатор и молодой сенатор. Молодой, я вам вот что скажу. Князь, ну, это речь политика. Старый чудовищный князь. Чудовищный князь. Молодой, вот взять хоть меня. Ты столько день в Капитолии, а уже хвала богам буквально с ног до головы. Старый, да, прилипает. Молодой, как же вы это всю жизнь? Старый, ну, хорошо. Молодой, но ведь грязно. Старый, грязно. Очень. Но хорошо. Тук-тук-тук. Кто там? Открывайте рэкет. Какой рэкет я учитель труда? Рытание из двери занавес. Свобода перемещения. Человек, входящий с чемоданами. Здесь жить нельзя. Уходим. Возвращается и там нельзя. Душа, где ты? Архангел, в раю. Душа, почему колючая проволока? Архангел, разговорочки в раю. Завес. Была такая партия 20 лет назад. Выбор России. Вот и пьеса называется. Выбор России. Девушке, я вам нравлюсь? Нет. А вон тот в портянках? Господи, ну и рожа. Вот видите, так что давайте по-хорошему. Человек и закон. Закон. Так нельзя. Человек отзыв, фуфло. Закон. Нет, ну так нельзя, но это статья. Человек. Да пошел ты. Закон. Ну как знаешь. Уходим. Ток-шоу. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня в нашем ток-шоу в острой дискуссии о путях развития законности в России сойдутся милиционер Ангелюк и воров в законе Злыблив. Итак, справа от меня полковник Ангелюк. Или нет, Ангелюк слева. Нет, справа Ангелюк, ведь он в форме. Ну в общем так, один из них милиционер. На другой форум закон. Аплодисменты в студии. Это ящик Бандуры. Если его открыли, всем хана. Открывать. Открывать. Так ведь хана. Давай скорее. Всем-всем хана. Всем-всем? И козлову. Козлову. Как же без козлова? Открываем. Инспекция. Инспектор, к нам поступили сигналы о воровстве на вашем ракетном кресле. Офицер. Офицер, воровство? На кресле? Инспектор. Да, офицер. Это абсолютно исключено. Инспектор. Где он у вас? Офицер. На пятом пирсе. Инспектор. Пройдемте на пятый пирс. Офицер. Че с ли я ходить? Мы на нем стоим. Инспектор. Где же ракетный кресль? Офицер. Какой ракетный кресль? В ресторане. Разрешите пригласить вашу даму. Она не танцует. Какие танцы? У меня ордер на арест. Хорошо идет черный юмор у вас. Вообще, политкорректно ли это называть юмор черным? В Штатах. Мне надо политкорректно.